Опять. Так полицейские говорят о случаях мошенничества с банковскими картами. Междуреченка потеряла полмиллиона рублей, а у мужчины сняли 10 тысяч. В обоих случаях звонили якобы из финансовой организации. Мошенники всегда представляются сотрудниками банка, рассказывают в полиции. Никогда никому и ни под каким предлогом не называйте поступившие посредством СМС уведомлений, логины, пароли, а также срок действия, номер карты и защитный код к ней, расположенный на обратной стороне платежного средства. Помните, что получение конфиденциальной информации под предлогом защиты от неправомерного списания денег является стандартной мошеннической схемой. Всего за прошедшую неделю в Междуреченске зарегистрирован 341 сигнал с признаками преступления 77. Поймали серийного грабителя. Он держал страхи продавцов супермаркетов. В этот раз работал с напарником. Видеонаблюдение магазина показало, как они похитили с витриной 20 брикетов сливочного масла. В ходе работы полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались Междуреченцы 92-го и 80-го годов рождения, а один из которых ранее судимый. Похищенный товар они продали прохожим, получив за это 2000 рублей. Деньги поделили между собой и потратили на личные нужды. Следователь возбудил уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Один из подозреваемых на время следствия взят под стражу. Он является подозреваемым по шести аналогичным эпизодам. Совместно с другими фигурантами он уже был выявлен в супермаркетах защищение кофе, алкоголя, колбасных и сырных изделий. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Брать чужое не стоит, если не хотите уголовной ответственности. Междуреченец, например, забрал себе телефон, который нашел в такси. В итоге ему грозит срок, а должен был поступить иначе. Бывает, что потерпевшие лишаются своего имущества, проявив халатность к его сохранению. Например, оставив без присмотра, либо забыв где-либо. Как правильно поступить лицам, нашедших чужое имущество, чтобы не стать фигурантами уголовного дела? Согласно статье 227 Гражданского кодекса, человек, нашедший потерянную вещь, обязан принять меры к возвращению имущества владельцу. Если найти владельца не представляется возможным, то находку следует отнести в отдел полиции.